МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. До окончания акции легализации осталось 10 дней. Чиновники призывают карагандинцев и жителей области воспользоваться последним шансом и обнародовать скрытые доходы и имущества без штрафов. Заключенным карагандинских колоний помогает восстановление родственных связей. Родственникам осужденных из других регионов предлагают общаться посредством видеосвязи. Ёлочка Гари. Городские власти приглашают карагандинцев и гостей города на торжественную церемонию зажжения главного новогоднего символа. До окончания акции легализации имущества осталось 10 дней. По состоянию на 15 декабря комиссиями при Акиматах принято 1314 заявлений на легализацию имущества. Однако в силу различных обстоятельств 555 заявлений было возвращено без удовлетворения. Всего сумма легализованного имущества составила 12 миллиардов тенге. В комиссиях при Акиматах сейчас находится 38 заявлений на общую сумму больше 1 миллиарда тенге. Наибольшее количество заявлений в Караганде и в Илутаусском районе. В целом, по оперативным данным Министерства финансов, Карагандинская область по республике находится в первой четверке среди регионов, которые пропагандируют акцию легализации. За декабрь месяц всего принято 128 специальных деклараций на 24 миллиарда 696 миллионов тенге. За весь период проведения акции проведена следующая массово-разъяснительная работа. Более 1100 статей в печатных изданиях. По стоимости легализованного имущества среди 16 регионов страны Карагандинская область переместилась с 13-го места на 11-е. Итоги легализации на еженедельной основе размещаются в СМИ республиканского и областного значения и представляются в Министерство финансов. В рамках закона все рассмотреть, в принципе, немного осталось заявок, потому что возврат данных документов влечет за собой то, что, получается, повторно уже гражданин не сможет исправить и подать документы на легализацию. Поэтому заключительный этап в этом важен. По завершению акции легализации имущества будет проведен полный анализ работы комиссии при Акиматах, заверили чиновники. Результаты будут обнародованы. Ая Мамрина, Олжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области средняя заработная плата выросла на 9,4%. Об этом на аппаратном совещании в Акимате региона сообщила руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская. Согласно ее данным, размер средней заработной платы составлял 123 700 тенге. Кроме того, на 7,2% поднялись среднедушевые денежные доходы населения. Главный финансист области подвела итоги показателей социальной сферы. Согласно озвученной информации, в регионе снизилась заболеваемость туберкулезом почти на 16%. Смертность от туберкулеза на 20,5% по сравнению с прошлым годом. Снизилась на 18% материнская и на 8% младенческая смертность. В государственный бюджет поступило 225 миллиардов тенге. Это составляет 6% в соответствующем периоде прошлого года. Или 105,9% показателей. На много других обязательных платежей. В том числе доход бюджета области 112,6 миллиардов тенге. Это 105,8% в соответствующем периоде прошлого года. Или 99,2% тенге. Также, согласно докладу, недопоступило в бюджет более 898 миллионов тенге. Такая ситуация сложилась из-за недобросовестной платы предприятий за эмиссию в окружающую среду. В области ведется строительство 21 социального объекта и объектов тепловодоснабжения. Еще раз, вместе с Сакимовым городом, мы же делаем это не для того, чтобы сравнивать от области. Надо смотреть в общем количестве. То есть, вот как по примеру, условно, сельского хозяйства. Если это нормально для области 700-й периодов, то надо или 800-й периодов, надо к этому показателю идти. А не сравнивать так, как год к году. Тяжело, конечно, потому что надо с республикой так сравнивать. Но постараться так сделаем. Также на заседании остановились на программе развития области на ближайшие пять лет. Согласно документу, объем валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3 триллионов 563 миллиардов тенге. В промышленности прогнозируется рост почти на 2%. В Астане состоялось очередное заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность руководителей государственных вузов. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Имангалит Асмагамбетов. Отбор кандидатов проходил на должности ректоров трех вузов, среди которых Карагандинский государственный технический университет. По итогам собеседования и обсуждения представленных программ развития вузов, Республиканская конкурсная комиссия рекомендовала к назначению на должность ректором Карагандинского государственного технического университета Марата Ибатова. Известно, что Ибатов Марат Кенесович с 2012 года возглавлял Карагандинский государственный индустриальный университет, расположенный в Темиртау. Напомним, с текущего года в Казахстане изменились правила назначения ректоров государственных вузов. Теперь эта должность является выборной, и назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. В прежние годы ректоров назначал министр образования и науки. Это новшество, продиктованное необходимостью расширить управленческую самостоятельность и качество казахстанских вузов, а также усилить их отчетность перед общественностью. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Как правильно пользоваться фейерверками и не подвергать опасности себя и окружающих? Сотрудники экстренных служб всегда готовы спасать, но все же предупреждают жителей о правилах безопасности. Департамент по чрезвычайным ситуациям провел брифинг на тему «Новый год без пожаров и невзгод». Новый год – пора фейерверков и алкоголя. Зачастую такая связь привозит к возгоранию. Сотрудники ЧАЭС рассказали, что в период с 31 декабря 2015 года по 4 января 2016 года в Карагандинской области произошел 21 пожар. 12 из них зарегистрировано в жилом секторе. На пожарах в указанный период погибло 2 человека. Кроме того, от отравления угарным газом без возникновения пожара погибло 7 человек и 41 человек травмировано, из них 16 детей. Один из последних таких случаев произошел 24 ноября текущего года по улице Новоселова в селе Заречном у Хажерарского района, где из-за неисправности печи на твердом топливе вкладки печи имели с трещиной. В результате отравления угарным газом скончались мужчины и женщины пенсионного возраста. За истекший период 2016 года в Карагандинской области зарегистрировано более полутора тысяч пожаров. В жиле нанесен материальный ущерб в размере более 87 миллионов тенге. Погибло 27 человек. Кроме того, от отравления угарным газом без возникновения пожара погибло 7 человек и 41 человек травмирован, из них 16 детей. Руководитель отдела по оказанию экстренной помощи рассказал о первых признаках отравления угарным газом. Это, прежде всего, ухудшение зрения, нарушение светоощущения, снижение слуха, головная боль в области дуба, в области висков, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления. В дальнейшем может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания. Отравление у кислорода часто осложняется развитием воспалительных процессов дыхательных путей и легких. Это балхиты и пневмония. При отравлении угарным газом до прибытия медиков нужно, прежде всего, вынести пострадавшего на свежий воздух. Освободить от стягивающих одежд, снять галстук, расстегнуть воротник. На голову и руть положить холодный компресс, растереть тело, дать, подышать пострадавшим, дошательным спектром. Также особо огнеопасными изделиями являются фейерверки и требуют повышенного внимания при обращении с ними. Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его фрагментов, существует понятие опасной зоны, внутри которой можно получить травмы или материальный ущерб. В витрины, в которых реализуются пиротехнические изделия, исключают доступ посторонних лиц. То есть на витрине у нас пиротехнические изделия располагаются таким образом, чтобы она обеспечивала обзорность, был визуальный доступ, но ни в коем случае не имела доступ посторонних лиц. Демонстрировать, показывать фейерверки пиротехнические изделия можно только на экранах мониторов, либо лицо непосредственно реализующих изделия. Диаметр опасной зоны в метрах равен калибру фейерверка в миллиметрах. То есть если диаметр фейерверка составляет 10 миллиметров, опасная зона будет 10 метров. Сотрудники ДЧС области просят жителей быть осторожными и беречь себя в новогодние праздники. Лариса Хусынова, Жаслава Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Осужденные Карагандинского региона восстанавливают родственные связи через скайп. Пилотный проект видеосвидания, запущенный пару месяцев назад, уже приносит результаты. За это время десятки заключенных смогли пообщаться с родными. Еще несколько человек смогли разыскать своих родственников. Тахир Юсупов отбывает наказание в колонии АК-159-5. Когда-то он переступил черту закона и потерял связь с родственниками. Он не общался с ними больше 14 лет. Узнав о возможности разыскать их, заключенный обратился к администрации исправительного учреждения. Ну, он сейчас уже перевалил за 40. Это тот возраст, когда, как говорится, пора уже браться за голову. Когда пора уже думать о том, что старость не за горами. Ну, и просто, как бы, человеческое чувство. Я стал скучать по ним. Я стал по ним скучать. И вот я обратился в психологическую службу учреждения непосредственно к капитану юстиции, старшему инспектору психологической службы Маргарите Шатовне. Написал заявление, чтобы помогли найти мне моих родных и близких. И вот недавно буквально со мной связались, за что я очень благодарен. Сотрудники колонии отмечают, что заключенные, которые общаются с родственниками, намного коммуникабельнее. Кроме того, они активны и отзывчивы, нежели одинокие и осужденные. Именно поэтому в колонии и стараются наладить родственные связи заключенных. Из 25 запросов положительных ответов получено 10. Конечно, есть и отрицательные моменты в поиске родных, где на запросы приходят ответы о нежелании поддерживать связь. В данный момент к работе к тем, кто получил негативную информацию, подключаются сотрудники воспитательной службы. И в том числе мы. Мы включаем данную категорию в различные тренинговые мероприятия, психокоррекционные мероприятия с целью поддержания их внутреннего настроя и разрушения преступного стереотипа. Психологи проводят с заключенными различные тренинги. В ходе таких бесед осужденные могут выплеснуть свои внутренние переживания в творчество. Зачастую с помощью тренингов они учатся бороться с депрессией и внутренней агрессией. Расскажите мне, что это за поделка у вас? Это верблюд. Верблюд. Ая Мамрина Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Карагандинском регионе участились пропажи людей. В субботу, 10 декабря, Мукушев Самат Бурумбаевич, 1986 года рождения, около 22 часов, вышел из кафе «Визит» в городе Абай. По словам очевидцев, Самат Мукушев без верхней одежды сел в автомобиль неизвестной марки и пропал. На связь со знакомыми и родственниками молодой человек не выходит. Был одет в синие джинсы, черные кожаные полусапожки и темно-синюю кофту. Родственники пропавшего просят не оставаться равнодушными. Всех, кто видел его, просят сообщить по телефону 8702 758 31 85 8778 672 76 64. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Лаборатория Карагандинского областного спидцентра пополнилась новым современным оборудованием. Благодаря новой аппаратуре можно выявлять возбудителей инфекционных заболеваний, сделать оценку уровня экспрессии генов, определить в крови пациента антитела к инфекционным агентам, а также диагностировать заболевания, передающиеся половым путем. На начальных стадиях заболевания, передающиеся половым путем, не имеют никаких клинических симптомов, а на поздних с трудом поддаются лечению. Высокоточный автоматический анализатор производства США предназначен для диагностики урогенитальных инфекций, щитовидной железы, гепатитов В и С и онкологических заболеваний. Аппарат иммуно-химолюминисцентный фирмы Эбот, который является одним из последних анализаторов по определению не только ВИЧ-инфекции, он определяет многие инфекции, он очень многофункциональный. Ко всему прочему, с помощью нового оборудования можно определить возбудители не только в крови, но и в любой другой среде – моче, слизи, слюне, слизистой оболочке и даже в воде или почве. Также можно определить и иммунологический статус ВИЧ-инфицированных, узнать уровень их иммунитета. Это исследование проводится в целях обеспечения правильного назначения антиретровирусной терапии. В настоящее время на данном оборудовании делается до 50 исследований в день. Если есть инфекции, передающиеся половым путем у человека, то увеличивается риск заразиться ВИЧ-инфекцией в несколько раз. Поэтому с этой целью были открыты кабинеты дружественные. Здесь, в наших кабинетах, мы оказываем медицинскую помощь, то есть лица, которые обращаются на анонимной, бесплатной и конфиденциальной основе, мы проводим им консультативную помощь. Дружественный кабинет находится в Карагандинском областном спидцентре на первом этаже. Консультацию и медицинскую помощь могут получить все желающие. В случае необходимости, лиц с подозрением на кожные венерологические заболевания направляют в специализированные медицинские организации. А Ямам Ренажак, Салак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Акимат города Караганды приглашает жителей и гостей шахтерской столицы на торжественную церемонию зажения главной новогодней елки Караганды. Праздничное событие состоится 22 декабря в 19.30 на площади Независимости. На протяжении нескольких дней устанавливали и украшали главную елку города. 25-метровая зеленая красавица уже радует не только детей, но и взрослых. Неоновые игрушки, новогодние украшения и герои сказок рассыпаны по всему городу. На площадях и улицах города в общей сложности установлены 2000 светодиодных элементов. Это елки, малые архитектурные сооружения и декорации. Новогоднее мероприятие будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов города с участием Дедов Морозов и Снегурочек, сказочных персонажей и ростовых кукол. После заживания главной елки будет запущен праздничный фейерверк. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова